Всем привет, дорогие друзья, с вами Кассиджука Плей, и мы с вами продолжаем говорить дополнение времена года, у нас зима, и наш Брэндон лежит и делает снежного ангела. Почему я руками трясу сейчас за кадром, я не знаю, зачем я это делаю, просто мне тоже очень хочется, наверное, зимы, не знаю. Хотя она только была, только наступило лето, скажем так, хотя уже июль будет скоро. Ой-ой-ой, температура что-то у него понизилась, что с тобой не так-то? Игры в снегу, страна зимних чудес, о как. Давайте возьмем и уберем этот снег, как раз я уже хотел посмотреть на эту зимнюю кучку, которая у нас тут уже лежит, еще с прошлой серии, и мы должны ее убрать. Почему-то Симу очень часто о чем-то думают, неужели им нравится так же, как и мне погода, и они смотрят на погоду. То есть, видите, набирает, оп, и убирает снег, то есть он просто, такое ощущение, как будто перекидывает в другую сторону. Вот, да, вот туда вкусы, нормально, то есть так и надо, а не вот сюда, перед дверью. Почему все возле наших снеговиков стоят? Кэнди? Да ладно, Кэнди, здравствуй, красавица. Пипец, вот почему они вечно все с нашим снеговиком общаются, это очень странно. О, убрал. Давайте мы построим еще одного, слепим снеговика с Тринити вместе. Он нас болеет, нужно купить какое-то лекарство и вылечить его. Все, не трогайте, у нас сегодня постройка нового снеговика, лепка нового снеговика, скажем так. Ну где-то там застряла-то Тринити. Что опять? А, идет, идет. Феникс вылечен, искупан, чистый, хороший, белоснежный, как прям этот снег. Такой же белоснежный. Ой, все, пришла. Ой, 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 что-то они все заболели, офигеть. Говорили то, что погода никак влиять не будет на персонажей, Но такое ощущение, как будто если у вас есть дополнение на работу, то они заболевают, скорее всего, от температуры. Офигеть. Надо лечить их срочно, надо лечить. Можно купить как-то лекарство, по-моему, через... Вот, видите, чихает. Да, она заболела. Офигеть, они могут зимой заболеть. Как классно. Ну, опять же, если у вас есть дополнение на работу, потому что болезни пришли только с на работу. Давайте возьмем и купим лекарства. Их же можно как-то было купить. Заказать. Лекарства, лекарства, лекарства. Вот, лекарства. Нам нужно две штуки купить, как раз нашему Брэндону и Тринити. А тут что-то они заболели вообще. Смотрите, снежная баба. Классно. А давайте он возьмет. А, то есть, пока она не в доме. То есть, если она была бы в доме, тогда мы смогли бы кинуть у нее снегом, да? Ну, погодите, немножко тогда в снежки, что ли. Оказывается, все-таки это действие работает только для тех, кто в доме находится. То есть, он берет на улице снег и идет, короче, бросает ей в лицо. Это классно. Серьезно, это классно. Я бы хотел бы еще сходить на каток посмотреть. Потому что здесь, по сути, ну, ничего нет, наверное. А, ну, вот смотрите, лавка появилась какая-то. Это, получается, с какими-то напитками. Но она пока не работает. Тут должны быть всякие такие лавки открываться, катки появляться. Ну, катка и что-то тут тоже пока что я не вижу. Скорее всего, каток у нас находится в Виллоу Крике. Потому что здесь, видите, район не тот, который нам нужен. Но так как тут негде поставить каток, поэтому его, скорее всего, здесь нет. Следы, видите, от шин остаются. То есть, от снега. Это очень круто. То, что они это сделали, видите? Классно. Визуализация, конечно, хорошая. Что это такое? Насморк. Брэндон чувствует, что что-то устроило вечеринку в его горле. И намеренно хорошенько все разгромить. Ясно. Они заболели зимой заболеть. Это похвально, разрабы, похвально. Не думал, что это как-то будет влиять, если у вас есть долб. Влияет. Давайте порасчесываем его. И можно еще поглазить. Второй триместр через 16 часов. Но почему-то пузо не видно с этим. Хотя, подождите. Давайте просто ради интереса возьмем. И переоденемся вот, например, вот в этот наряд. А, все равно как-то пузо нет у нее. Очень странно. Слепить друга из снега. Что может быть лучше, чем создание собственного друга? Тринити радуется возможности слепить друга из снега. Классно модлета все. А, слушайте, давайте покушаем. Давайте она нас приготовит покушать. Я хочу, чтобы она у нас приготовила жареный сыр. Во. Как раз она любит жареный сыр. А ты у нас возьмешь и пообщаешься с снеговиком. Разрушить. А, подождите. А мы не можем, да? То есть только дети могут общаться? Да ладно. Я думал, могут все общаться. Оказывается, только дети. А почему все так подходили как-то очень странно персонажей и смотрели на снеговика? Переменовать снеговик. О, холодок. Давайте назовем его снежная баба груша. Ну, баба груша, которая такая, ух, баба груша. Снежная баба груша будет. А это у нас будет... Так, переменовать снеговик. Это у нас снежинка. Это у нас будет летняя радость. Не знаю. Что-то меня прят немного, вам не кажется. Иди сюда. Что-то, кстати, он грустит очень странно. Давайте поиграем с ним. А что она опять не может пройти? Иди сюда. Вот опять она не может пройти. Вот ей все мешает. Все мешает ей. Вот. Иди сюда. О, кругами, кругами пошла. Что ж такое? Так, давайте возьмем и приготовим жареный сыр. Вот. Вот почему он жареные фрукты делал на гриле. Оказывается, потому что они к холодильнику пройти не могли. Ах, Женя. А я уже боялся, что у нас тут лагов, куча багов. Но, слава богу, все хорошо. Феникс голоден. Ну, давайте покормим его. Давайте покормить Феникса. Или как тут? Можно его? Что случилось? Давайте узнаем, что случилось. Что-то он как-то грустит. Не грусти. Феникс, иди кушай. Дать лакомство. Голоден. Дайте ему еду. Ну, вон же еда есть. Вот она, в миске полной. Все нормально. О, жареный сырок приготовила. Как я люблю, когда так тарелка залагивает. Давайте он у нас тоже съест жареный сыр. И потом нужно принять лекарства. Наверное, я хочу, чтобы они у нас потом сели. Сядут сюда вместе с Тринити. Конечно, у нас стилизер очень странно здесь размещен. Потому что, блин, у нас тут камин все-таки. И места нету. Но я в дальнейшем все равно поменяю дом. Просто хотелось побыстрее, побыстрее, побыстрее пойти в этот дом. Потому что я уже забыл про то, что нужно создать дом новый, большой, обширный. Чтобы было много всяких веселых там взаимодействий с каждым временем года. Но я что-то, что-то как-то я решил не создавать ничего, потом решил. Потом сделаю, потом. Ну, очень странно, что они реально ходят в этой, в этой одежде дома. Приходят самому переодеваться. Тут можно даже зонтик взять. И выбрать, какой мы хотим зонт. Ну, нам он пока не нужен, поэтому пока мы выбирать его не будем. Надо, чтобы он переоделся. А то он меня напрягает. Сменить одежду. У тебя же есть нормальная. Вот, например, нормальная кофта. Конечно, она с топ-контентом пришла. Ну, я скачал ее. Но все же она красивая. Стакан тут надо переместить. Садись. И, Тринти, ты тоже садись. О, что он грустит? Он стоит на одном месте и все. Он хочет в туалет. Вот, что он хочет. Попроси сходить в туалет. Иди сходи, попроси в туалет. А ты возьми, сядь сюда и греться. Все. А, потому что, да, он упрямый. Из-за этого он хотел в туалет. Я думаю, что он скулит? Что он скулит? Ага. То есть, греться они будут только так, получается. Они сидя не греются, да? Ну, ладно. Знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы они у нас еще выпили лекарства. Потому что нужно, чтобы они выпили лекарства. И тут, посмотрите, тут иконка поменялась. То есть, раньше по-другому отображалось количество. Давайте принять лекарства. И ты у нас тоже примешь лекарства. Потому что вы болеете. Вам нужно выздороветь. Хотя он у нас, по-моему, уже выздоровел, да? Ну, так он будет себя чувствовать намного лучше. Да, все. Давайте, выпивайте лекарства. Ну и что? Красный побеждает простуду. И она тоже побеждает простуду. Только все равно что-то как-то у нее все странно. Посмотрите. Выпила лекарства, победила простуду. И все равно она почему-то болеет. Очень странно. А, подождите. Они не хотят не спать. Они хотят поцеловаться. Она хочет еще не так сильно спать. Поэтому давайте она возьмет нас создать композицию. Ромашка, колокольчики. Подуб какой-то есть. Давайте создать композицию из подуба. И посмотрим, что там да как там. А ты у нас, наверное, отправишься спать. Потому что у нас уже хочешь спать. И у нас пошел снег опять. Ой, какая атмосфера. Как я обожаю, когда идет снег. Самое крутое, вообще самое крутое, это когда снег не лежит, а когда он падает. И ты гуляешь, когда он падает. Это круто. Получи навык флористики. О, новый навык. Тринити с новым навыком флористики может создавать цветочные композиции на столе. Чем выше уровень навыка, тем больше действий будет доступно. Вот оно как. То есть, я так понимаю, можно создавать, получается, покупать цветы. А можно и своих собственных создавать. Ну, классно. Я не знал, что так можно. Посмотрим, посмотрим. Что она там у нас, какой она у нас там падуб создаст. Мне уже интересно. О, чем-то посыпает. Блестками, небось, какие мне-то посыпает. Чикай. О, очикала. Да, очикала ты цветок. Очень красиво это дерево. Я когда еще увидел его на скриншоте, сразу скинул Элли, говорю. Элли, посмотри, какое дерево, оно классное. Мы такие, типа, да, оно крутое. Я просто, ну, не мог его не поставить в наш дом. Потому что оно смотрится просто бомбезно. Вот это стеклянное. Все, что стеклянное, я обожаю. Потому что, знаете, такую какую-то современность, когда стекло используют. То есть, горшок классный. Ой. Чихнула? Будь здорова. Ну, как там? Почти создала. Почти. Вот. Конечно, можно его переграсить по-разному. Но я сделал эту зону. Решил переместить отсюда стол вот сюда. Эту зону сделать, типа, как, знаете, флористика какая-то. Ей холодно уже становится, да? А, нет, здесь ей не холодно, вы прикиньте. Типа, это, типа, участок, дом. Все равно считается то, что не холодно. Но тут свечи есть. Типа, свечи согревают. Не знаю, очень странно как-то. Давайте возьмем и пойдем тоже спать. Она сейчас у нас создаст свой падуб. Свою композицию. И нужно будет отправляться спать. Так, когда у нас там праздник? А, у тебя есть уже вот еще один день. И следующая серия у нас будет уже праздник. Смотрите, какую красоту она создала. А что мы можем сделать? Можем продать, сфотографировать, выбрать вазу. Ого. Ого. А, то есть это нужно ей самой выбирать. Господи, кто тут у нас лазает? Бегает, бегает, бегает. Сколько много всяких действий. Добавить запах. Доступно по достижению третьего уровня навыков флористики. Сколько много тут всяких взаимодействий с этой флористикой. Это очень круто. О, ну как-то резко у нас сменилось все. Начался снегопад. Узнав о навыках археологии, персонаж по имени Брэндон, клуб любителей артефактов, отправляет ему несколько предметов и просит определить их происхождение. Брэндон получит за это большое вознаграждение. О, вы серьезно? Вы серьезно? Мы сейчас этим заниматься? В дополнение времена года заниматься артефактами? Серьезно? Ой, кто-то обоссался. Кто-то обоссался. Иди, сходи уже в туалет, да. Спит. Греется. Камин. Наш собакена спит. Что у нас тут по погоде? У нас сильный снегопад, мороз и снег. Ага, то есть у нас сильный снегопад. Давай, ты у нас примешь ванну. Ты у нас сходишь в туалет. В тубзилет. Бегом. В ожидании открытия подарков. Ура, завтра Тринити получит подарки. Это будет замечательный день. Прикольно. Ааа, офигенно. То есть, получается, она уже в предвкушении того, что завтра будет праздник открытия подарков. Как классно это все реализовано. А у него этого мудлея-то нет, видите? А, ну потому что она вечное дитя, походу. Из этого, получается, этой черты характера, наверное, она очень ждет подарков. А ты у нас тоже что-нибудь возьмешь из холодильника и перекусишь. Ох, сколько у нас тут всего. Печеные фрукты. Давай, ты у нас печеных фруктов поешь. Переоденешь себя, наверное, в наряд. Знаете, какой? Я хочу сегодня вот в этом наряде быть. И потом мы уже посмотрим, как там можно сменить вазу. Я хочу, например, тут... Какие у нас тут есть? Брать вазу в виде птичьего гнезда. Зимнего... О, зимнего праздника. И потом нужно сфотографировать. Посмотрим, как это у нас все работает. О, сидит ждет. Надеюсь, теперь ты у нас кушать будешь. А то у нас он же упрямый. Ого, 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 ого. Ого, сколько у нас здесь ты появилась с псом. Очень странно. Лончик. Ой, смотрите. Красавец. Сидит, сидит, сидит. Я не могу поверить, люди. Я не могу поверить. А, то есть, фотографировать нужно вот так? Ой, какая красивая ваза. И можно отдалить как-то? А, нет, отдалить нельзя. Можно так сфотографировать. Как раз у нас тоже доступно 4 снимка. Ну, 5 снимков доступно. Все равно, я вот смотрю на погоду, я не могу поверить, что это случилось. Она вышла, вы представляете? О, Купер побежал. Опять он грязный. Вот опять он грязный. То есть, без этого никуда. Просто без этого никуда. О, смотрите, кто пробежал. Здравствуй, красавица моя ненаглядная. Любовь. Мне уже не терпится эту елочку нарядить и вообще дом украсить, потому что скоро праздник. Скоро будет праздник у девчат. Сегодня будет танцы. Так, что там у нас? О, господи, закрыло тут, как всегда. То есть, у нас самое такое качественное. Это 3? Серьезно? 3? Офигеть. Ну, что? Давай, принимай почту. Сколько? Девять тысяч? Охренеть. То есть, это, наверное, как-то термостат влияет? Потому что девять тысяч. Счет. Нихрена себе. Это, наверное, термостат намотал. Праздник зимы. Показать объекты праздника. А, то есть, вот они. Подождите. Это что у нас? Праздничные предметы. Ммм. Типа у нас холодильник, праздничный предмет. Вау. Прикольно. То есть, вот, смотрите, елка. Это у нас ящик с украшением весь год на чердаке. Классно. Стопка подарков, гора подарков. Ну, вот так поставить просто и все. Или куда-нибудь вот так. Вот. Стопочку маленькую. Здесь всякие есть украшения. Посмотрите, сколько много украшений новогодних. Они такие все классные. Ну, ладно. Ладно. Потом, потом, потом посмотрим. Ну. То есть... А, это нас предупреждают. То есть, видите, у нас опрещение вышло о том, что скоро праздник. Приготовьтесь. Скоро вы должны дарить подарки. Все такое. Класс. Праздник зимы. Мне уже не терпится. Ладно. Давайте закончим эту серию. Потому что я хочу в следующей серии уже устроить праздник. С раздачи подарков. Господи. Я радуюсь, как ребенок. Поэтому, если вам интересно этот летсплей. И вешать раздачу подарков. То обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте группу ВКонтакте. И пишите свои комментарии внизу. А всем огромное спасибо за просмотр. Всего на встречу. И всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok